Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Наплом. Орбитальная станция МС-1 – крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над погружёнными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили Уорро, дочерью президента США. Неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и вся станция оказывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо обвинённый в государственной измене, получает задание – проникнуть в самую неприступную тюрьму во Вселенной и спасти Эмили. Окончательный счёт. История о бывшем солдате, которому предстоит спасти многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном матче и взятых в заложники вооружёнными бандитами. Герою придётся вспомнить свой военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить долг перед павшим товарищем, чья дочь также оказалась среди возможных жертв. Акт мести. Чтобы спасти невесту, которая попала в лапы торговцев людьми, Роману придётся вспомнить боевые навыки и объединить усилия с бывшими сослуживцами и полицейским, расследующим подобные дела. Прорыв. История чудесного спасения 14-летнего Джона, который провалился под лёд в озеро Миссура. Когда мальчика доставили в больницу, он более часа не подавал признаков жизни. Его мать Джайс, не смирившаяся с потерей сыра, призвала на помощь всю свою веру и любовь. Операция в Красном море. История о том, как в 2015 году, во время гражданской войны в Имении, китайские солдаты помогали проводить эвакуацию из страны сотен соотечественников и других иностранцев. Росту. 1905 год. Дженнифер Личенсен похищен с целью получения выкупа, поселившейся на отдалённом острове в религиозной общине. Последнее время у сектантов плохие дела с урожаем, и их лидер знает, что у Дженнифер имеется богатый отец. Но у девушки также есть и брат Томс, которого все считали погибшим, и который ни перед чем не остановится ради спасения сестры. Мег. Монстр глубины. Глубокоодный потискав, осуществляющий наблюдения в рамках Международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана, с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Рэмпэйдж Приматолог Дэвис Окои предпочитает держаться подальше от людей и дружить с Джорджем, удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руину Северную Америку, стирая с лица земли все, что попадается у них на пути, Окои вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом. Рация «Шаровая молния». В 1976 году самолет, следовавший из Толь-Вива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту НТБ в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения. Как это заканчивается? Саманта Уилл – любящая пара, которая в скором времени ожидает пополнения. Но в их паре существуют очевидные разногласия. Тесть Уилла, Том, плохо относится к своему зятю и частенько придирается к нему по мелочам, да и не радует его переезд дочери в совершенно другой город. Однако противоборствующим сторонам на время приходится позабыть о конфликте, ведь на западном побережье происходит масштабная и шокирующая катастрофа. Повсюду отключается электричество, перестает работать аэропорты. Для Тома Уилла становится очевидным – Саманта попала в беду. А вот выручить ее будет довольно сложно, ведь вокруг царит хаос, а проблемы с минуты на минуту могут стать и вовсе угрожающими. Мужчинам на время приходится забыть о вражде и попытаться слаженно работать для спасения девушки. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!